Так почему бы и нам сегодня не подготовиться к празднованию праздника Ивана Купала? Сегодня старинный праздник восточных славян Ивана Купала в Харцезке пройдет без народных гуляний. Массовые мероприятия подобного рода все еще под коронавирусным запретом. Как не оставить харцезян без праздника с его красивыми обрядами? Выход из ситуации в очередной раз нашел коллектив городского дворца культуры. За несколько дней до Купальской ночи, продумав и сценарий мероприятия, и сценарный план видеосъемки, творческая группа ДК отправилась в городской парк. Сейчас время, когда они проводятся, такого огромного количества мероприятий нет, занятий у детей. Мы не теряем время зря, и все сотрудники дворца культуры обучаются, пополняют свои знания. Для нас проводят занятия Министерства культуры, Дом народного творчества. Некоторые закончили уже курсы шахтерского техникума кино и телевидения в течение мая месяца, изучили особенности видеомонтажа. И, к сожалению, мы проводим Ивана Купала, готовимся к нему в таком формате, в формате видеосъемки. Инна Паяус взяла на себя работу режиссера, оператора и монтажера. Во время съемки именно она ищет удачные ракурсы, понимая, что от качества ее работы во многом будет зависеть результат. Стараемся поймать дух праздника. Это самое основное – передать вот ту атмосферу, в которую нужно окунуться, чтобы прочувствовать. Наши предки знали, наверное, какие-то тайны, знали, как проводить эти обряды, и нам передавали их. И мы их пытаемся сохранить. Купальский венок – обязательный атрибут народных игрищ. Из свежих цветов и трав наши предки плели их у костра перед началом празднования Ивана Купала. В 2020-м выяснилось, что далеко не все харцизские девушки знают, как плетется венок. На помощь девчонкам пришел специалист городского ДК Андрей Подколзин. Девчонки действительно не умели, девчонки не знали, как плести. Мы сегодня насобирали трав и пошли плести наши веночки. Ну, вообще, как бы в древности девушки сами должны плести венки, а потом эти венки опускали в воду. И если парень выловит этот веночек, то это означало, что скоро будет свадьба. В этом году харцизянам пришлось обойтись без ритуального купальского огня. На разведение костра в городском парке последовал еще один запрет – на этот раз от МЧС. И все же праздник состоялся. Для харцизян – виртуально. Тематический видеоролик любой желающий может посмотреть в соцсети ВКонтакте на странице Харцизского городского дворца культуры. Этот праздник очень интересный, он очень древний, душевный, можно сказать, такой теплый. Если посмотреть, как раньше все это проходило, очень много людей. Во-первых, эти большие хороводы в разные стороны они ходили, эти венки, все в красивых народных костюмах. Сегодня мы взяли такие самые яркие элементы из этого праздника и решили немножко осветить и для нашей молодежи подрастающей рассказать, показать, что это было раньше. И самим немножко отдохнуть и тем самым записать видеоролик. Рассказывая о старинных обычаях наших предков, ведущие не забывали напоминать своим виртуальным зрителям об элементарных правилах безопасности. Славяне верили, что в это время вода наделялась особой магической и целебной силой, помогая очиститься от зла и обрести крепкое здоровье. Принимая сегодня водные процедуры, пожалуйста, не забывайте о правилах поведения на воде. Вместе с актерами молодежного театра студии «Браво» и волонтерами школы добровольцев «Бумеранг» творческая группа Харцизского ДК украшала купальское деревце, водила хороводы, устраивала народные забавы. Увы, круг участников был ограниченным, а зрителей и вовсе не было. По всем понятной причине. Мы обещаем, в следующем году все будет на самом высоком уровне для наших любимых зрителей, за которыми мы скучаем. Продолжение следует...